В этом кабинете 20 новобранцев, молодые ребята, отправляются служить стране. Именно с них начался весенний призыв этого года. Остались небольшие формальности, общий осмотр и оптимистичное слово военкома. Вы сейчас спуститесь вместе, у вас будет несколько минут времени попрощаться со своими близкими и родными. Я хочу, чтобы вы их успокоили. Следующее. Все вы будете служить в Дальневосточном федеральном округе. А то и большая половина новобранцев останется служить в Приморье. Исходя из статистики Уссурийского военкомата, лишь 30% ребят нашего округа направляют за пределы региона. Кто куда отправится, молодые бойцы узнают только через несколько дней на распределительном пункте во Владивостоке. Бойцами они, наверное, станут, когда примут присягу, пройдут курс молодого действительно бойца. А пока призывники в большинстве своем я не могу отметить, чтобы кто-то выражал нежелание или несогласие с теми решениями, которые принимает призывная комиссия. Скоро этих парней будет не узнать. Обычная одежда сменится на камуфляж, стрижка под Котовского. А пока осталось немного времени поговорить с матерями, заглянуть любимой в глаза и крепко пожать дружескую руку. Стас Першаков пришел на пункт сбора со своей мамой. Нам сказал, в армию идти – дело принципа. Станислав приехал в наш город из Донецка и многое там успел повидать. Эта мечта зародилась в то время из Донецкой области. И после того, как он был в ополчении, увидел, что такое война, что такое смерть, что такое стоит человеческой жизнью с огромной душой. Весенний призыв закончится в начале июля. Сейчас, каждую среду, два десятка солдат будут отправляться в ряды вооруженных сил страны.